Ну что ж, друзья, я представляю своих гостей, вернее, наших гостей с Шуддином. Ну, просто потрясающий человек. Это кинолог Александр Ганнибаев и его питомец, такой вот красивый Лео. Привет, Лео. Верный друг, да? Да, очень верный друг. Он еще с утра не проснулся. Дай лапу, Лео. Дай лапу. Вот, он еще не проснулся. Александр, вот вы посмотрели наш социальный эксперимент, мы его снимали с вами. Скажите, пожалуйста, как удалось добиться вот именно таких результатов удивительных, когда собака действительно идет по улице и не реагирует ни на кого и ни на что, только на ваш голос? Вы знаете, я хочу сказать, что это, конечно, очень большой труд. Это, конечно, дрессировка в первую очередь. Это, в первую очередь, работа на выдержку собаки. Собака должна быть выдержанная. Чтобы добиться таких результатов. Но, чтобы она была выдержанная, ее надо дрессировать, работать постоянно, то есть с ней на выдержку. Да, чтобы она не отвлекалась на посторонние какие-то звуки. Это, конечно, не пассивный труд. Тяжело, конечно, это очень, да, добиться таких результатов. А скажите, вот какая порода собак легче всего поддается дрессировке? Вы, как эксперт, наверное, уже знаете. А какая, наоборот, не поддается? Вы знаете, как сказать? Конечно, да, есть хороший вопрос, конечно, вы задали. Есть, конечно, многие собаки, которые слабо поддаются дрессировке, да. Но есть, конечно, которые хорошо поддаются дрессировке. То есть, как бы, есть собаки, которые... Опять-таки, тут опять надо смотреть, как собака себя ведет, как характер какой у собаки. Опять-таки, понимаете, мы... Шудин имел в виду, это зависит от породы определенной или уже просто от характера собаки не зависит от того? Нет, нет, есть породы, да, которые хорошо поддаются дрессировке. Собаки, дрессировки, дрессировки, например, овчарки. Также вот они, резинцинауцеры. Такой с... Они, они, они... Поголя. Они, например, тоже очень хорошо. Они практически стоят на одной ступени, практически стоят на одной ступени с овчарками. Скажите, вот мне лично интересно, вот это понятно, что собака друг человека, да, что они добрые, но все равно это животное. Да. Вот, к примеру, если, например, несовершеннолетний ребенок, или, например, я дойду по дороге, и я увидел, что на меня бежит собака, что я должен предпринимать? То есть, мне разворачиваться и убегать, что маловероятно, что... Да, вы очень, да, вы очень хороший вопрос задали, задали. Вы знаете, вот у нас очень многие люди боятся собак, да. Да, почему, во-первых, боятся? Потому что еще есть такие моменты, когда, когда люди, вот, пешеходы, допустим, ну, не просто, скажем, люди, да, одним словом, да, они сами провоцируют собаку, понимаете? То есть, как бы, если даже собака идет нормально, идет со своим хозяином, да, вот при виде собаки люди начинают шарахаться, да. А если, конечно, собака без хозяина бежит, тут ситуация разная бывает, понимаете? Тут сложно, как бы, сказать. Но, в первую очередь, надо не делать резких движений, не надо там от нее убегать. Почему? Потому что собака рефлекторно побежит, тоже на убегающего может побежать, понимаете? Да, пускай она даже, может быть, вас не укусит, но она может вас очень сильно напугать, понимаете? Вот в этой случае. Поэтому, да, если к вам, да, а если, например, идет собака на поводке, идет со своим хозяином, да, и если вы спрашиваете, вернее, видите, что собака идет, и вам страшно становится, да, вы думаете, ой, такая большая собака идет, как она сейчас на меня отреагирует, да, тогда вы, конечно, лучше остановитесь, лучше остановитесь, или попросите хозяина, спросите, можно мне пройти или нет? Или как у вас собака, там, обученная, не обученная, вот, можно мне пройти? А правда, что собаки чувствуют, когда человек боится? Правда. Правда. Они чувствуют. Представляешь? Да, я представляю. Поэтому надо, увидел собаку, иди ровно, и всё, и не бойся. Лео сейчас чувствует, что мы его не боимся, мы его любим. Это он 100% чувствует. Он уже расслабился. А вообще, Александр, какой конфликт бывает между людьми и владельцами собак, тоже остальными людьми, скажем так? Непонимание. Угу. На ваш взгляд, есть ли в этом вина владельца собаки? В непонимании? В этом недопонимании. В том, что люди не любят собак некоторых. В том, что боятся. Есть. Есть, конечно, да. То есть, как бы я хочу сказать, что, видите, у нас очень много собак в городе, которых люди взяли, я не хочу никого ничем обидеть при этом при всём, но я хочу сказать одно, что люди, когда приобретают собаку, они должны, конечно, понимать, для чего взяли эту собаку. Понимаете? Прежде всего. Если, как бы, взяли свою собаку, надо, конечно, уделять ей время. Надо заниматься с ней. То есть, воспитывать её. Да? Чтобы люди... Люди привыкли к чему? К тому, что собаки постоянно агрессивные. А к агрессии люди привыкли. Да? Поэтому люди, скажем так, боятся собак. Да? Вот, например, смотрите, да, такие вот моменты. Элементарно. Вот кому-то в дом приходишь, да, там стучишься в двор, да, собака уже лает, да? Вперед хозяина летит. Да, вперед хозяина летит, она лает, правильно. Вот люди уже стараются отойти. Также и когда по тротуару, например, идёт человек со своей собакой гуляет, да, также и там в этой же ситуации, да, очень много людей, которых собаки просто кидаются. Они просто рефлекторно кидаются, понимаете? Вот проходит, например, человек, да, он уже видит, что это посторонний человек, да, они сразу на него проявляют какую-то агрессию, да, вот. Конечно, да, хозяин, есть люди, которые, хозяины, одёргивают свою собаку, подают команду фул. А есть, которые нет, да, которые есть специально, даже... Специально? Да, даже есть, которые специально поддерживают, да, свою собаку, типа, хорошо там. Молодец, слушай. Да, вроде как напугал кого-то там. Вот есть такие ситуации, не могу опять-таки сказать за всех, но встречаются такие ситуации, когда люди, как бы, да, и некоторые люди, почему есть хозяева собак, когда идут они по улице, например, да, они тоже, как бы, идут, думают, что вот, если у меня есть собака, например, да, что всё, вот, значит, он, как бы, в авторитете, да, типа того, да, да. Не надо так думать, да, что собака, что если сам... Никогда не надо хвалиться своей собакой, надо делать то, что надо делать. Всё, идёшь со своей собакой, иди своей дорогой, не надо никого трогать. Мы, например, когда гуляем, мы никогда никого не цепляем, даже если нам делают какие-то замечания, даже если там... Всегда стараемся мирно разрегулировать, да, ситуацию. Почему? Потому что, чтобы конфликты ситуации не были. Зачем? Почему? Потому что любой конфликт, он может повлечь за собой какие-то, да, ещё больше каких-то всяких неприятностей. Например, в виде укуса, да? Да, в виде укуса, например, да. Отлевая, я не знаю, будет ли укус. Ну, вот люди так. Да. Потом, вот мы, например, вы видели, да, как мы, например, к детям, как собака относится к детям, да. Это, ещё раз я повторюсь, это собака хорошо, сама она хорошая, да, собака, в смысле, как порода хорошая собака, да. Они, как бы, хорошо ладят с детьми, да, вот. Хорошо, положительно относятся к детям, там, всё... Но всё равно нужно быть осторожным. Да, но всё равно надо быть осторожным и... А я вот вижу здесь даже диплом. Да, это не просто диплом, его просто так не получишь, кстати. От союза кинологов Казахстана. Что это за диплом? Расскажите нам. Это диплом, мы сдавали экзамен. Это диплом, называется, тест социальной адаптации. Вот, я вот покажу, вот, чтобы посмотрели. Вот такой вот диплом выбирается, ТСА. Мы получили, вот здесь, если вы видите, мы получили первую степень, там, да, то есть, вторая, третья степень, она пересдаётся, да, первая степень, она остаётся, как бы... Вот как раз, Шудин, почему Лео так спокойно на всех реагирует? Он сдал этот экзамен? Сдал экзамен на пятёрку и сидит себе спокойно. Отличник, да? Понятно. Отлично. Насколько сложно получить такой диплом? Насколько сложно вообще сдать этот экзамен? Этот, как бы, несложно сдать, да, но, тем не менее, когда мы сдавали, конечно, да, судья, которые здесь члены комиссии были, они, конечно, были, да, очень принципиальны. Мы, когда сдавали этот экзамен, конечно, да, было несложно, потому что были очень такие, скажем так, капризные судьи. Не просто было? Да, это не просто было получить первую степень, да, потому что с нами, которые сдавали рядом, они получили, например, кто-то там вторую, даже еще третью степень они получили. Вот. Ну, конечно, да, они там, там, знаете, когда сдается тест социальной адаптации, то есть проверяются собаки, рабочие качества ее проверяются, да, и проверяются, конечно, психологические отклонения, психические отклонения собаки. Да, даже так проверяются, да. То есть там как раз таки именно, я считаю, что очень хорошо разработан этот тест, вот, как бы и даже рекомендую каждому пройти вот такой тест, то есть получить хотя бы вот такой диплом, то есть да, где специально грамотные, обученные эксперты, они мастера своего дела, мастера в кинологии, скажем так, да, вот про… Расскажут, да? Да, расскажут, да. Лео, ну ты нам чего-нибудь покажешь сегодня еще интересного? Он с Айда еще не выспался. Не выспался? Да, не будем его мучить и лучше отпустим его дальше отдыхать. Ну, спасибо, Александр, что были сегодня с нами. Ваши пожелания всем, кто сейчас нас смотрит? Что бы вы хотели пожелать? Я хочу пожелать всем, чтобы воспитывали, конечно, своих собак в первую очередь. Раз у нас об этом пошел разговор, я хочу, да, кто завел своих собак, пожалуйста. И самое главное, хочу сказать то, что если кто завел своих собак, если хотите дрессировать своих собак, обращайтесь очень к профессиональным кинологам, вот чтобы, потому что изначально как собаку научишь, она так и будет дальше себя вести, так и будет дальше по жизни, как бы скажем, жить. Потому что переучить собаку, все это прекрасно знают, что это очень сложно, переучивать собаку. Поэтому я хочу всем пожелать, что здоровья, как говорится, всех благ. Вам тоже хочу пожелать здоровья, всех благ. Ну, хочу тоже отметить, хочу выразить особую благодарность Антону, который помог нам с этим экспериментом, сработал профессионально. Молодец, спасибо Антон тебе, здоровья тоже, всех благ, больших успехов в кинологии. Ну и также, что хочу сказать, учите, любите и дрессируйте своих собак. Ну а мы прощаемся с вами, всего вам доброго, спасибо, что пришли. Ну и тебе пока. Ну и приходите к нам еще, будем рады.